О чем хотелось бы поговорить? Что мы уже де-факто живем в фазовом переходе, что основа изменений это не столько технология социальной практики, наша способность превратить технологию в новые практики, которые нас окружают. Ну, конечно, очень хочется рисовать себе будущее вот каким-то таким, с замечательными картинками, с самолетами, с солнечными панелями, на электромоторах. Конечно, очень бы хотелось, чтобы будущее было технологизированным, но вполне возможно будущее вот такое. Может быть будущее это социальное влияние, это инфлюенсеры, это задание каких-то трендов через простые действия. Будущее, возможно, слишком открытое, слишком открытое общество и слишком управляемое общество. А может быть будущее это искусственный интеллект, проникнувший даже в сервисные сферы, которые мы хотели оставить за людьми, понимая, что человек фактически уже проиграл конкуренцию искусственному интеллекту в производительности и роботам. И единственное, что нам остается, это сервис, коммуникация, взаимодействие, творчество, творение, поиск, образование. То есть не создание, а творение, не создание продуктов, а творение идей. И вот это, пожалуй, и есть отправная точка для обсуждения будущего в горизонте 25-30 год. Технологии радикально не поменяются. Большинство из них понятно, а вот что будет с человеком, непонятно. Понятно, траектория движения в анализе ДНК, в предиктивной медицине, в автономном транспорте, в роботизации, в кибернетическом расширении человека. А вот в самом человеке будет ли он мигрировать в образы, созданные в мультике Волли, или будет происходить с ним нечто другое? Будет ли человек через своих цифровых двойников полностью мигрировать в виртуальное пространство, обычная розница мигрировать в розницу цифровую, вот примерно динамика, которую мы видим в цифровый e-commerce на ближайшие 5 лет. Будет ли наш мир становиться более диджитализированным, или мы будем пытаться выкарабкаться из него? Будет ли превращаться наше социальное пространство, пространство общения в пространство управления нашим поведением и пространство электронной коммерции? Или будет нечто другое? Я считаю, что не это будет главным трендом. Главным вызовом для человечества на следующие 10 лет будет это. Будет наша готовность, а это циферка мировая, отказаться от работы в пользу безусловных базовых благ и геймификации. Игр, которые заменяют реальную жизнь, игр, которые заменяют работу, игр, которые заменяют реальное взаимодействие. Вот так примерно выглядит рынок геймдев, разработки игр, на котором игр и Украина имеют 20% на текущий момент. И если эта траектория, которую мы с экспертами Singularity и разных сообществ в киберспорте пытаемся сейчас нарисовать, эта траектория, начиная где-то примерно с 2025 года, уходит в крутую экспоненту. И вместо нынешних 200 миллиардов рынок становится двухтриллионным к концу 2030 года. Украина, если сохранит свои 20% на рынке ГМД, который мы имеем на текущий момент, утроит свой ВВП только на одной сфере. Может быть с этой идеей надо было президенту ехать в Соединенные Штаты, кстати. Но есть второй момент, с которым мы, конечно, вынуждены считаться. Это экология и наша неспособность ответить на вот этот самый вопрос, что же делать с глобальным потеплением. Сегодня это выглядит очень иронично. 4 сентября. Замерзшие люди. Кто не видит, здесь зал практически в шубах. Я просто исключительно потому, что пол с подогревом. Действительно ли мы попали уже в ловушку предсказаний Уильяма Нортхауса, что к 2050 году море доберется до Умани? Или мы все-таки можем из этого выкарабкаться? Конечно, для человечества есть ответ. Этих ответов много. Один из этих ответов находится вот здесь. Как это ни странно, изменение культуры питания. В ближайшие 30 лет нам нужно будет придумать, как накормить добавившихся 2,5-3 миллиарда человек на планете. И, очевидно, мы постепенно будем переходить к идее человеческого корма. Меньше эмоций в еде, больше протеинов. И одна из идей – постоянный рост замещения животных протеинов на растительное. Вот так наши коллеги из EverythingSakes прогнозируют динамику рынка альтернативных протеинов в Соединенных Штатах. Перелом тоже наступает в 2025 году, когда с примерно 15-20% этот рынок скачет до 80% за следующие 5 лет. Альтернативные протеины – это в первую очередь растительные, это насекомые. А тезис этот известен уже несколько лет. Над ним смеялись. Смеялись мне в разных комментариях, но теперь вынуждены признать. Корова перерабатывает 14 граммов зелени, чтобы дать 1 грамм белка, а кузнечики – 2 грамма зелени, чтобы дать грамм белка. Ответ на будущее очевиден. Нам с вами придется есть кузнечиков. Вы готовы? Прекрасно. Здесь собрались исключительно футорологи. Уже? Ну, Ростеслава, ты завжди был готовый до таких крутых выклыков. И альт-протеины, конечно, это растительная основа. И то, что Beyond Meat уже второй год присутствующий в Украине не взлетает, это не значит, что будущее никогда не наступит. Это означает, что будущее распределено неравномерно. И прорыв мы ожидаем примерно в 2025 году. С другой стороны, один из совершенно очевидных моментов будущего – это полное переосмысление финансовой системы. Потому что черт его знает, какую роль играют деньги в настоящем мире. Мне, как доктору экономических наук, очень сложно об этом говорить, но мы подошли к концу капитализма в том виде, в котором мы его знали. Неокапитализм – это примерно следующие пять лет поиска новой модели. Что делать с деньгами, с помощью которых нам сложно оценить реальность? Boston Dynamics продан за 1 миллиард долларов. Slack продан за 27 миллиардов долларов. Как? Но это не самое страшное, что нас ждет в ближайшее время. И это тоже не самое страшное. Это скорее смешное, радостное. Самое страшное – вот. Два года назад мы обнаружили радикальный перелом украинцев вслед за украинцами. А украинцы раньше. Произошел перелом у поляков, потом у французов, голландцев. И оно пошло по развитому миру волнообразным процессом. Если сбалансированные рационалисты составляли большинство общества до 2019 года, то начиная с 2019 года большинство нас стало умеренными или радикальными новаторами. Мы поменяли радикально свои модели поведения. И поэтому прорыв крафта, поэтому смена брендов и смерть лояльности, поэтому лавмарки тоже постепенно уходят в прошлое, поэтому нам нужно переосмысливать бизнес-модели. Как минимум, это одно из подоплек к неокапитализму, в котором рента ресурсная сменяется новой рентой. Рентой впечатлений, рентой доверия, рентой интереса, рентой внимания, рентой отношений. Другая рента – это другая экономика, это другая экономическая база, и это другие смыслы, которые в эту экономику закладываются. И изменение поведения людей является ключевой причиной радикального изменения экономических моделей. Если обобщить все и посмотреть на мета-тренды, которые нас ждут до 2015 года, за последние два года наши прогнозы радикально не поменялись. Наши футурологические оценки сходятся так или иначе к 13 пунктам, о которых сейчас хочу сказать. Во-первых, это глобальный рост потребления и уменьшение потребительства, то есть изменение поведения при массовом росте потребления как такового. Главный тренд изменений – это food goods on demand. Что угодно по заказу, что угодно превращенное в сервис. К всему этому содействуют технологии развития direct-to-customer, логистические технологии, но в любом случае потребитель должен получить продукт питания, одежду или предметы бытовой химии или корм для своего животного там, где у него возникает потребность в этот самый момент. Отсюда радикальное изменение розницы в горизонте 5 лет, отсюда изменение логистики, системы хранения и в том числе систем производства. Системы производства, которые постепенно мигрируют от технологий массового производства в Китае до локализированного производства, массово персонифицированного. Это прекрасная возможность для Украины. Воспользуемся мы ей или нет? Вот следующий вопрос. И это второй предмет, с которым теоретически надо было ехать в Соединенные Штаты. Второй пункт в прогнозах – это гибрократия, развитие экосистемы. Экосистемы сжирают государства, и наше существование в экосистемах и гражданство экосистемы становится более значимым, чем гражданство физическое в горизонте до 2030 года. Дальше. Третье. Демонетизация, которая догнала многие отрасли. На этом я остановлюсь чуть позже более детально. Internet of Things и те самые 3-4 триллиона сенсоров, которые будут собирать нас информацию, это уже 2025 год. А это подтягивает необходимость как можно быстрее переходить к внедрению 5G и так дальше. Пятое. Не только человекомашинные интерфейсы, но и вообще в целом кибернетическое расширение человека, смарт-зрение, инсталляция гаджетов, чипов в голову или под кожу. В общем-то, это реалии не будущего, это реалии, в которых мы уже де-факто живем. Какая разница? Наносишь ты ауру на пальцы или она у тебя вживлена туда под кожу, в тот же самый палец. Под пальцем, под кожей, кстати, удобнее, потому что это вечно снимаешь, чтобы помыть руки и потом забываешь одеть, и у меня уже третья аура. Это же безобразие. Кто из вас готов инсталлировать чипы в себя? Что-то меньше, чем есть кузнечиков. Ребята, как раз кузнечики придут позже. Кузнечики – это 2028 год, а чипы – это 2023. Готовьтесь. Ну, многие аж привиты уже. Персонификация перемещения. Сколько мы сейчас ломаем копий по отношению к самокатам? Конечно, персональный транспорт будущего, автономный транспорт выглядит чуть иначе, он гораздо более безопасный. Девочки не ездят вдвоем и не падают, спотыкаясь об ограничителе движения. Меньше травм, больше безопасности. Но так или иначе, самокаты даны нам исключительно для того, чтобы опробовать новые технологии перемещения. Если вы по-прежнему против самокатов, вы против будущего. И будущее вам это вспомнит. Дальше. Роботизация. Да, с ней все понятно. AI, ставший сервисом. Это уже тренд, пришедший с 2019 года. AI демонетизирован. Искусственный интеллект бесплатен. Нейронки бесплатны. Доступ к deep machine learning становится бесплатным. А специалисты, которые могут это делать, становится все дороже и дороже. Думаю, что вы знаете, что специалисты в Украине стоят уже дороже, чем в Европе, учитывая существенный дефицит с вымыванием кадров туда же. Филиппинец стоит в 5 раз дешевле и знает английский чуточку лучше. Поэтому благодаря различным технологиям удаленной работы скоро мы придем к мультикультурализму. Десятый тренд, который меня больше всего интересует сейчас, потому что Украина здесь может сыграть одну из ключевейших ролей, это изменившаяся медицина, предиктивная медицина, персонализированная медицина, медицина дистанционная, медицина, построенная на принципиально других принципах. 80% инвестиций, которые сейчас в Штатах и в Европе идут в медицинский сектор, это не фармакология. Это изменившийся подход к медицине как таковой. Ждать, пока ты упадешь от инсульта, поздно, хотя Apple Watch уже это делает пару лет, сигнализирует о том, что у тебя что-то случилось, но вся эта история сделана исключительно для того, чтобы перейти к предиктивным моделям. Можем ли мы это делать? На текущий момент можем, по очень многим заболеваниям. IBM Отсенс уже 4 года прогнозирует Альцгеймера или Паркинсона за несколько лет до возникновения симптомов. Дальше это, конечно, технологии энергетические, новые, которые мигрируют принципиально в другую сферу. Да, демонетизируется сама энергетика, но технологии хранения или технологии передачи электроэнергии будут развиваться очень активно. И здесь это происходит, да, вот здесь Академия Эдитек, Эдитек в целом. Это происходит в Виннице в районе Несса, заводов и новых технологий. Я думаю, они в скором времени презентуют то, что произошло. Это те технологии, на которых Украина тоже может не ждать Европу, а благодаря тому, что у нас энергетическая инфраструктура уже практически отжила свое, и мы в любом случае должны будем ее менять, уже сейчас вскочить, не вскочить в выходящий поезд, а побежать принципиально в другую сторону. Все это можем сделать уже прямо сейчас. Что в бизнесе? В бизнесе ключевые тренды, на которые мы опираемся на текущий момент, это, во-первых, адаптивность, способность отойти от кейсовой методики мышления и бенчмаркинга к моделям постоянных изменений. Это персонификация бизнеса и уход от стандартного, сегментного, старого, устаревшего маркетинга к маркетингу персонализированному. Это геймификация, которая пока кажется дурью и чем-то совершенно непонятным, но те из вас, кто уже столкнулись с миллениалами в работе, понимают, что там старые системы мотивации не работают в принципе. Он не вышел на работу, ты не знаешь, звонишь ему, оказывается, он уволился, но просто зачем ему тебе сообщать было непонятно. Ты ему говоришь, что через три года ты сможешь стать старшим мастером и смотришь на стеклянные глаза с абсолютным непониманием этой перспективы. Вознаграждение должно произойти сегодня, если оно сегодня не произошло, то вознаграждения нет. Дальше это, конечно, изменение бизнеса, технологии, 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 но в основе всего этого будет лежать возврат к технологиям человеческим. Человекоцентричность – это наши следующие пять лет. Человек в центре бизнесов, в центре экосистем, и даже когда мы говорим об оцифровке, мы говорим в первую очередь о способе перехода к человекоцентричным моделям, которые с помощью персонализации позволят дать здесь и сейчас, он демант человеку то, что ему нужно, этому человеку конкретному, не абстрактному сегменту, а именно этому физическому объекту в нужной ситуации. Ну и, наконец, ценности также начинают быть значимыми, доверие возвращается, хотя, ну, кажется, ну, боже, в Украине, ну, когда ценилось доверие? Ну, елки-палки, но ни в верхах, ни в судах, ни среди депутатов доверие не работает. Следующее выступление будет прекраснейшим, и там мы об этом поговорим отдельно. Но, тем не менее, в бизнесе возвращается доверие. Доверие к брендам, лояльность умирает, а доверие и интерес возрождаются. Соответственно, все, что касается управления репутации, это тоже тренд следующего пятилетия. Что в мире? Ну, в мире понятно. В мире для Украину, поцелованную боженькой, ждет супер возможности, потому что страны, развивающиеся, растут бешенными темпами. Индия уже номер один по населению, это если даже плохо считать. Индия становится страной с ВВП номер два в горизонте 2040 года. Африка прирастает плюс полтора миллиарда населения в ближайшие годы. Украина является ассоциированным членом Африканского союза. Естественно, для нас эти рынки самая главная перспектива в ближайших лет. Новая экспортная стратегия и национально-экономическая стратегия об этом свидетельствуют в полной мере. При этом прирост населения, конечно, достигает своего пика. В 1983 году уже был пик по приросту. Мы постепенно перешли от экспоненты к логарифму. Точка перегиба уже была, поэтому в Китае третьего ребенка уже можно. Индия останавливает свой рост где-то в 2040 году, и мы переходим в существенное замедление темпов роста. Вот в этом самом 2050 мы будем иметь меньше 10 миллиардов, и это уже будет примерно стабилизировавшееся число до конца нынешнего века. Но есть другие вызовы мировые, которые нам существенно гораздо более интересны. Это экономические тренды, в первую очередь связанные с увеличением количества свободных денег, с увеличением глобального долга. Он уже зашкаливает за 300% к мировому ВВП, и это опять-таки требует от нас переосмысления сути денег. 400 миллионов человек на текущий момент работают не в странах, где они живут, где гражданство их находится. И к 2050 году мы ожидаем, что это будет порядка полутора миллиардов человек. В мире полтора миллиарда человек будут работать не вместе с собственного гражданства. Хотя на самом деле примерно половина это будет касаться удаленной работы. Ну вот такое интересное изменение. Дальше, конечно, одна из возможностей для Украины в первую очередь – это конвергенция между традиционными отраслями и цифровыми отраслями, смывание границ как таковых. Развитие экономики совместного пользования, того самого шеринга. Демонетизация, о которой я говорю, вот она выглядит примерно так. В технологиях передачи информации, в технологиях хранения информации, в образовании, в энергетике, во множестве сервисов. Да, эта демонетизация потребует от нас новой финансовой модели. Но не это самое главное. Самое главное в новых финансовых моделях – это две вещи. Это цифровизация и это изменившаяся демография. В начале цифровизации, готовя национальную экономическую стратегию, НЭС, которая принята и реализуется в Кабинете Министров на текущий момент, мы смоделировали примерно 200 шоков или 200 сценариев для развития украинской экономики. Пытаясь вытащить, на чем же мы можем сделать прорыв и уйти от сценария органического, там где украинский ВВП за 10 лет растет в два раза, до сценария прорывного, там где мы можем вырасти в 3-4 раза. И оказывается, что ключевые возможности для Украины фактически две. Первое – это интеграция. Это фактически центральная европейская или интермарион или тримория интеграция с Польшей и другими странами центральной Европы в логистический и экономический союз. Но существенно больший взнос дает вот эти зелененькие линии суммарно, это примерно плюс 40% к украинскому ВВП, это цифровизация экономики. Это тотальная диджитализация процессов самого государства и секторов от металлургии и химии до транспортной инфраструктуры, логистики и так дальше. Но существенно важнее для новой мировой финансовой системы и украинской в том числе, конечно, демография. В Украине мы имеем катастрофу демографическую, в отличие от всего мира, где количество трудовых ресурсов растет. В Украине для экономического роста нужно плюс 2 миллиона трудовых ресурсов, а мы имеем минус 2 миллиона трудовых ресурсов в следующие годы. До 2050 года мы имеем падение населения до 25 миллионов человек, но не это самое смешное или не это самый большой вызов. Самый большой вызов здесь. Не просто в изменившейся демографической пирамиде, которая становится или стала уже демографическим ромбом, а в изменении, принципиальном изменении поведения людей. Вся экономическая модель мира построена на тем, что одни инвестируют и сберегают, другие тратят. Увеличившаяся продолжительность жизни привела к тому, кто тратит. Тот, кто тратит, их становится больше. Продолжительность жизни растет, качество жизни растет, желание тратить растет. А тех, кто, по идее, должен был бы инвестировать, откладывать и думать о будущем, физически становится меньше в развитых странах и в Украине в том числе. Физически рождаемость сокращается. Физически тех, кому 20-30 лет, и он должен строить карьеру инвестировать, их стало существенно меньше. Но следующий вызов связан уже даже не столько с демографией, не с изменением продолжительности жизни или требованием к лучшему качеству жизни, а с другим вопросом. Вот с чем. С изменением поведения тех самых новых поколений, которые вдруг перестали сберегать, инвестировать и откладывать. Основа поведения миллениалов, конечно, построена на впечатлениях, на том, чтобы получать удовольствие, благо прямо здесь и сейчас. Не думать с длинными горизонтами. Думать глобально, но глобально географически, а не глобально во временную перспективу. Короткий горизонт мышления. Но прелесть этого фазового перехода, который начался в 16-м году, произошел, когда мы заметили вот такую деталь. Не они стали другими. Это не миллениалы. И нет никакой теории поколения в практике, потому что это поведение не людей определенного возраста. Это поведение людей, начитавшихся одних и тех же пабликов. Это поведение людей, принявших какой-то формат для себя жизненной модели. Это мы с вами. Это не возраст. Это модель мышления и поведения. Поэтому мы не называем теперь миллениалов ответственными за эти глобальные изменения. Это все те, кто ходят в субботу утром на какие-то футурологические конгрессы, в холод, в дождь, приезжая из Львова. Это мы все. Мы поменяли наши модели поведения. Это мы ответственны за то, что мы живем в гемифицированном мире. Это мы ответственны за то, что поменялся горизонт мышления. Это мы ответственны за то, что увеличились долги в мире. Это мы ответственны за то, что нам нужны новые деньги. И какие же это будут деньги? Это вот вопрос, на который мы должны ответить в ближайшие пять лет. У меня есть ответ. И этот ответ примерно такой. Эти новые деньги базируются не на ресурсе. Эти новые деньги базируются на идеях, на способностях, на возможностях и на репутации. И это вот пять лет нащупать, что же это будет за новый эквивалент отношений. И нам это сделать нужно как можно быстрее, потому что не за горами год 2030-35, когда мы от неокапитализма перейдем к посткапитализму, к миру, в котором, и вот это будет вопрос на самое большое количество комментариев после сегодняшнего выступления, в отношении момента, когда деньги нам не понадобятся в принципе, потому что мы уйдем от эквивалента отношений. Эквивалент обмена не нужен в горизонте 2035 года, и поэтому деньги теряют и функцию накопления, и функцию мерила обмена, и другие функции, которые приписаны деньгам. И это тот самый момент, когда с одной стороны технологии позволят размыть границы между человеком и человеческим интеллектом и искусственным интеллектом. Мы не решим трудную проблему сознания. Мы не сможем телепортировать человека на Марс, но понятно, что мы не будем летать до Марса, потому что три месяца переться до Марса, мы тут в пробке полтора часа не можем простоять, а три месяца до Марса? Конечно нет. Телепортация, возможно, квантовая уже с 2019 года. Человека телепортировать теоретически можно как физическую оболочку, человек это всего лишь 8 зетабайт информации, то есть мы сможем пересобрать благодаря квантовым вычислениям примерно в 2030-35 году оболочку человека в другом месте пространства. Но мы не решаем трудную проблему сознания. Мы знаем, как человек обрабатывает информацию, мы можем напечатать нейроны головного мозга, но мы не можем сделать так, чтобы туда приходили идеи. Они туда не приходят. Мы не знаем, как это работает. Это трудная проблема сознания, пока не решена, и я вангую, что в горизонте ближайших 10 лет мы ее не решим. Поэтому мы как люди будем подвержены, в отличие от искусственного интеллекта, тому, чего у него точно нет. Мы будем подвержены счастью, депрессиям, пограничным состоянием по одной простой причине. Мы как физический объект имеем страхи, поэтому у нас есть нужды, нужды осознаются в потребности, потребности опредмечиваются в интересы через мотивы, ценности и все остальное, и интересы становятся намерениями и целями и действиями. У искусственного интеллекта нет всего этого. Ему могут быть инспирированы интересы, могут быть инспирированы цели, и он может действовать исключительно в инспирированном формате. Он не может захотеть влюбиться или написать стих или выпить кофе. Он может получить подсказку о том, что можно это захотеть, и тогда он напишет прекрасно за Шопена новый Ноктюрн или за блока что-нибудь новенькое. Конечно, цифровые двойники, они будут базироваться на наших желаниях, на нашем поведении. Но вот этого самого анду или восстановиться с предыдущей сохраненной версии мы не получим в горизонте 2030 или 2035 года. Поэтому физическая наша оболочка будет нам по-прежнему архиважна. Именно поэтому в ближайшие 10-15 лет мы должны сохранить планету и экологию на ней. Мы не можем себя пересадить в цифровое пространство полностью. И мы не можем решить этот вопрос вот в этом самом горизонте 10-15 лет. Поэтому мы будем воевать за таланты. Поэтому нужны люди, которые творят идеи. Поэтому нам будут нужны системы, как в Украину ввести эти самые таланты. Не только 2 миллиона трудовых ресурсов из Африки и Центральной Азии. Это да, это в обязательном порядке, иначе никакого экономического роста не будет. Поэтому мультикультурализм, поэтому привыкать к туристам из Ближнего Востока. Но борьба за таланты, за таланты не только удержать их, но и привлечь. К сожалению или к счастью, но нам не хватает собственных талантов для того, чтобы превращаться в страну продуктовых стартапов, в страну, становящуюся силиконовой долиной Европы. Это, кстати, третий тезис, с которым можно было бы ехать президенту Соединенные Штаты. Учитывая, что культура будет есть стратегию еще быстрее, чем ела до сих пор, нам придется активизировать выстраивание сетей, связей, доверия, комьюнити. И это еще один вызов на несколько ближайших лет. Вызов на несколько ближайших лет – это переосмысление технологизации украинской экономики. Да, мы проиграли практически в каждом из секторов, не воспользовавшись тем наследием, которое мы получили 30 лет назад. Поэтому украинский экспорт минимально технологизирован. Поэтому мы опаздываем за этими мировыми трендами, когда технологии становятся социальными практиками. Поэтому мы стараемся копировать или делать то, что уже стало практиками в развитом мире и там, где технологии уже развиты. А на самом деле, будущее Украины – это хвататься за технологии, которые еще не стали социальными практиками в Украине и в мире. И тогда мы можем формировать продуктовые стартапы и уходить от сырьевого интеллектуального экспорта. Соответственно, для Украины какие три главных вектора выживания и роста в ближайшем горизонте? Это, в первую очередь, международная торговля, включение и интеграция международно-экономическая в смысловые, то есть в added value логистические коридоры. Это прямые иностранные инвестиции, открытие экономики, а мы проигрываем в ней радикально. Мы должны иметь примерно 15 миллиардов долларов в год прямых иностранных инвестиций. И это, конечно, продуктивность труда. Все эти слайды есть в национальной экономической стратегии, в векторах я просто намекаю, что же будет одним из главных вызовов нам в ближайшие несколько лет. Продуктивность труда у нас в разы ниже, чем в Польше. Вопрос не зарплат, вопрос именно производительности в первую очередь. Ну и, пожалуй, уже завершая, я скажу вот что. Нам мало строить бизнесы, которые были бы инновационными, гибкими или плановыми. Нам надо переходить уже к другой логике, которая закладывается в целом в экономические и бизнесовые модели. Нам придется строить бизнесы, которые будут адаптивными, антихрупкими, прорывными и проактивными. И задача, ну, в том числе у нас, для нас сегодня, это поискать эти идеи и попытаться эти идеи воплотить в практике. Адаптивность из этих слов самое важное. И адаптивность это не подстройка, а адаптивность в высшей фазе это способность влиять на изменения процессов. И пока Украина, как страна и наши бизнесы будут стараться встроиться в изменяющиеся процессы, мы будем проигрывать. Как только мы начнем управлять изменениями, мы начнем выигрывать, чего я нам и желаю. Юфьючер это адаптивность и влияние. Спасибо. Давайте попробуем поговорить про глобальные тренды, на том, что у нас сейчас с вами есть. Я сегодня повернулся из Калифорнии, и вы знаете, в Калифорнии сейчас палае, правда? Тоже, если, например, кто-то сейчас мне сказал, что изменение климата не существует, особенно сейчас, когда мы с вами сейчас замерзаем в вересне, что-то. Ну, я не знаю, давайте, выходьте на сцену, поговорим. Эти 18 месяцев глобальной пандемии, 18 месяцев никто не мог таки передбачить. Ну, несколько людей, но никто от них не слушался на тот момент. Тоже, вы знаете, в Юни-Сити у нас есть пристрасть, у нас есть много пристрастий, на самом деле, но есть одна речь, в которой мы созданы особо. Мы уверены, что мы строим будущее. Это, власне, то, что оно есть. Это, в чем мы веримы. Мы веримы, что будущее должно выглядеть вот так. Идет это про технологии, идет это про спульноту, идет это про развитие вещей разом, идет это про создание вещей, идет это про создание вещей спольно. Особенно я не знаю, но, вы знаете, мне не хотелось бы полететь на Марс. Вы знаете, когда, до речи, кто хочет переезжать на Марс? Две люди, три, четыре, Кирило? Да? Вот и все. Хорошо. Окей. Мне нравится эта планета. Я решила начать работать в технологиях майже 25 лет назад. Я начала работать через то, что я верю в технологии. Я верю в то, что технологии пришли для того, чтобы помочь нам зменить свой мир, сделать его лучше. Но сегодня мне интересно, что мы можем доверять технологиям, что мы можем доверять технологиям, что мы сможем технологии побудовать лучше для всех нас, для тех 10 миллиардов людей, которые скоро будут жить на этой планете. Про это наша сегодняшняя панель. Давайте попробуем найти решение, давайте попробуем найти хорошие идеи вместе с моими панелистами. Первое хочу приветствовать Киру Рудик. Прошу. Поплодируем Кири Рудик. Кира Рудик. Кира Рудик. Кира Рудик. Кира Рудик. Она главный комитет Верховной Рады с цифровой трансформации и главный директор компании Рейн. У нас много общей с Кирой. И любовь к технологии. Витайте, пожалуйста. Крис Барри. Крис Барри, генеральный директор US Market Access Center Кремлевой долине, которая известна как U.S. Mac и Крис, работая в технологиях так же, как и я, правда же? Да, возможно, даже дольше, так же, так же бывает. Витайте, будь ласка, Илля Лаурс, проведенный идеолог, лектор, основник венчурного фонду Nextury Ventures. Илля один из тех людей, в которых вы всегда вертаетесь, когда у вас есть какая-то хорошая идея, вы хотите найти гроши, або хотите найти способ профинансировать вашу классную идею, вертайтесь до него. Дэвид Орлик, співзасновник и СЕО компании «Anyone». Дэвиду, прошу, приеднуйтесь. И последний, но так же важливый наш друг Алексей Лазуренко, генеральный директор BlaBlaCar в Украине. И я маю вам открыть тайницу. Вы знаете, мне нравится BlaBlaCar, но есть одна причина, почему я люблю, потому что он один из наших французских компаний Unicorn. И это классно. И Украина – это другая страна среди продажей BlaBlaCar. То есть, видите, мы тут, на самом деле, очень хорошо взялись. Хорошо, давайте начнем. И хочу начать с вас, Кира. Скажите, пожалуйста, я попрошу вас представиться коротко и скажите, пожалуйста, почему вы любите технологии? Почему вы считаете технологии классные для будущего, после всего того, что вы увидели? Спасибо всем. Я очень рада быть здесь. И я надеюсь, что такой холодный ранок не позволит нашей дискуссии быть холодными так же. Я працювала и працюю зараз в двух таких критичных для нашей страны напрямках. Я была в великому IT-бизнесе. И Доминік уже сказал про это. Это была одна из истории успеха Украины, когда компания Ring, которая мала великие офисы в Украине, была продана Амазону за больше, чем миллиард долларов. Сейчас я працюю в Украинском парламенте. Я пошла в политику, потому что я вважаю, что нашей стране нужны изменения. И я вижу эти изменения через технологию. Один из способов изменения те вещи, которые критичны для нашей страны, это как раз технология. И поэтому я верю в то, что проблемы, которые должны быть решены, они решаются через технологию. Змены того, как государство сотрудничает с людьми и взаимодействуют, и коррупция, которая сейчас существует, она борется через технологию. Поэтому я в них верю. Круто, круто. Криса, почему вы верите в технологию? Чему вы верите в технологию? Буквально на несколько слов. Чему вы верите в технологию? Вы знаете, я насправді почав працювати в сфері технологий. Я, знаете, я зараз розкрию свій вік насправді, але, знаете, я почав довіряти в технологию, коли подивився оригинальный стартрек. Я подумав, о, вау, це дуже класно. Але причина, чому я залишився в технологічному секторі, якщо чесно, якщо ми подивимося зараз навколо, і в вступі ви говорили про пандемию, і говорили про пожежі в Каліфорнії, і зміни клімату, і абсолютно все. Але, насправді, те, що зараз є у світі, ми зараз переживаємо значну кількість викликів. І в багатьох випадках це пов'язано з технологіями, і це наслідок тих технологій, які ми використовуємо. Ви дивитесь на викиди СО2, ви знаєте, що це результат зміни технологій, а це основна причина зміни клімату. Деякі інновації певним чином ми призвели до того хаосу, в якому ми зараз є. Але ми знаємо, що технології та інновації – це якраз те, що допоможе нам вийти з цього. Якщо в нас буде достатньо людей, які будуть залучені до цього, ми зможемо вирішити ці інші проблеми. Я зараз дивлюся на пандемію, на цю швидкість, з якими було створено вакцини. Це результати існування технологій. Без таких технологій і інновацій пандемія була би ще набагато гірша. Але, як на мене, мені подобається працювати далі з технологією, навіть попри те, що я не повністю залучений у речі, які мають певний сенс для соціальних змін. Я завжди переконана, що ми можемо допомогти покращити ринок, і що ми дійсно можемо допомогти зробити щось краще у світі. Круто? Ілля, розкажіть, що ви думаєте про це. Мені знаєте, що моя відповідь дуже проста. Всі хочуть жити краще. І мені здається, що технологія дає вам цю можливість. Це дає можливість вам жити краще, інвестувати краще. Отак і все. Класна відповідь? Дякую. Девіда, чому я вірю в технології? Так. Знаєте, я вірю в технології через те, що, в принципі, загалом це допомагає зменшити вашу рентабельність загалом до нуля. Це теж допоможе нам звільнитися від двох речей, які дуже сильно нас вганяють в рабство. Праця і власність. Тож, насправді, мені здається, що в мене немає жодного іншого вибору, крім як вірити в технології. Проблема в тому, що дійсно, ризики, втрати, якість, вони насправді дуже великі на шляху цієї утопії. Правда? Олексію, хочу поставити вам це питання в дещо інший спосіб. Оскільки багато з нас на цій панелі, ви підприємець, ви створили свою власну компанію, ви продали цю компанію, ви продали цю компанію далі. Чи вірите ви, що, власне, підприємництво, технологічне підприємництво може рятувати світ? І я зроблю це дуже так прямолінійно і чітко, через те, що це дійсно дуже такий кремнієвий спосіб, спосіб попрацювати в кремнієвій долині. Я так можу змінити цей світ через цю технологію. Але, чи ви в це вірили, коли ви заснували свою компанію? День или утро, дуже радий бути зі. Да, все верно, інтерпренерство чи предприємництво – це двигатель технологій, в це я безусловно верю. І все ж я позволю себе відповідь на предыдущий вопрос в отноші, чому я верю фундаментально в технології. І я хочу сказати, що технології є в моєму пониманні неким проявлением, некій функції, производной, нашій природи. Наші природи позаботиться о своїх базових потребностях, ось закрітих, нашій природи в отноші любопытства і саморазвитія, і технології – це проявлення цих процесів, цих потребностей. І підприємництво, безусловно, це то, що лежить сьогодні в основі інноваций, тому що це доказано временем. Іменно підприємники, в конце конців, рождають інновції, рождають технології, які меняють мир. І бла-бла-кар, і в частності моя історія – одно із проявлений. Коли я їхав на роботу в своєму пустому автомобілю 10 років тому, і вдруг я осознал, що якщо я зроблю платформу, на якій водіті і пассажири будуть знаходити друг друга і більш раціонально використовувати автомобільний ресурс, це радикально може поменять ландшафт дорожньо-транспортной системи. Це простая мисль заставила мене убедити моєго друга-программіста робити той проєкт, який ми робили. І сьогодні Бла-бла-кар – це більше 100 мільйонів пользователів в 22 країнах. Це ежегодна економія більше 1,5 мільйонів тонн СО2, які не виброшені в атмосферу. Це об'єм, що зберілий з выбросами всього Парижа. І именно прості ідеї в головах предприємателей, в конце конців, проявляються в такі великі глобальні змінення, які влияють на поведення, влияють на екологію, влияють на все людство. Круто, круто, дійсно. Я, власне, ще раз повернуся, власне, до цього питання, як підприємці змінюють світ, і, власне, а що відбувається з урядом? Ми до цього повернемося трошки пізніше? Гаразд. Але, знаєте, один із глобальних трендів, і це теж дуже добре було проявлено, це питання зміни клімату. Мені здається, що зміна клімату – це не якийсь новий тренд, це щось, що ми вже бачили, про що ми говорили протягом останніх 20 років. Це дуже добре було описано, я просто руками відвідую конференції «Т» дуже 20 років, і це розмова, яка починалася ще тоді. Проте, і в нас є рішення, зокрема, от «Баблакаро» – один із цих рішень, тому що є дуже багато інших рішень, які… Але чому ж ми досі і там? Чому? Що відбувається? Що відбувається? Що технології не можуть донести, виклати свою мету? Чи це уряди, які за тим стоять? Чи це ми, як кожна з нас людина, які ми робимо, тільки те, до чого ми звикли? Їмо стейк щовечері, самостійно їздимо по одному в машинах, створюємо величезні пробки в Києві? Що ти думаєте про це? Ілля, можна ви почнете з цього? Що йде не так? Гаразд, чудово. Знаєте, тези, тему, що, власне, дійсно, що застосування сучасних технологій обмежується людьми, не технологіями. Ви знаєте, я можу згадати дуже простий факт, насправді, я знаю, що в Україні вам треба, наприклад, уробити оці квитанції, вам треба заповнювати квитанції, власне, коли заповнюєте свої комунальні платежі. В якийсь момент я подумав про те, що вже п'ять років, як я використовую камеру в себе на телефоні, але я досі заповнюю це вручну. Власне, я досі заповнюю це на папері, відбушую їх кудись. Я сказав, стоп, чекайте, а чого, власне, я, а я вважаю себе дійсно людину, яка адаптує нові технології, використовує, чого мені треба було п'ять років для того, щоб усвідомити, що я просто можу це сфотографувати і спростити цю всю роботу? Тобто, ви знаєте, в якийсь момент я зрозумію, що якщо взяти будь-яку технологію, не знаю, DVD, смс, вони всі завжди були, стали піковими за десять років після того, як вони були запропоновані. Тож, питання в тому, що адаптація і використання людьми технологій, вона займає найбільше часу. Тут треба адаптуватися. Тож, насправді, найбільша річ, яку для себе відкрив, що дійсно, коли у вас є нова технологія, треба потрібно сім-вісім років для того, щоб ринок почав це використовувати. Є оцей класичний цикл. Перші першопрохідці, далі пізніше вже масовий ринок. Цього не можна подолати. Гаразд. Кріса, знаєте, в мене, можливо, більш спрощений точка зору на це питання. Тому що ви праві, абсолютно праві, що це використання технологій, яке завжди затримує. Але це питання в тому, що люди не готові змінювати свої поведінки. Це інерція. Це те, я це робив завжди, я завжди буду так робити. І це теж... Мені не хотілося би це говорити, але насправді люди не люблять, коли їм незручно. Ви знаєте, це такий момент, коли йдеться, наприклад, про три смітника у вашій кухні, коли у вас, наприклад, є те, що можна переробити, є загальні відходи і те, що можна компостувати. На початку, перед тим, як це стане якою звичкою, люди не хочуть цього робити. Вони не хочуть цього робити, бо це порушує їхній комфорт. Ми знаємо, як колективно змінити наші поведінки для того, щоб вплинути на навколишнє середовище. Але нам треба згенерувати цю колективну волю до цієї зміни і перейти від короткотермінового мислення до довготермінового мислення. Подивіться на технології. Сонячні технології існують вже давно, вітрові технології існують вже давно. Якби люди готові були заплатити трошки більше, економіку вже можна було б змінити. Це колективне ми, яке має вирішити, чи будемо ми використовувати всі ті інструменти, які дає нам технологія для того, щоби вирішити ті проблеми. Девіде, як ви вдумаєте, чи люди настільки погані, людство настільки погане. Мені здається, що ми не здатні на індивідуальній основі до довготермінового мислення. Якщо можна було щось зробити, треба, щоб бути такі інституції, які мали би стратегувати на довгу перспективу за нас. Мені здається, що це ключове питання для нас всіх. Ми завжди скаржимося за те, що в нас є така капіталістична економіка, поквартальна. Але в нас є, наприклад, виборні політики, які живуть в дуже коротких циклах і не можуть стіснити якісь великомасштабні системні зміни. Ви знаєте, я дуже часто відходжу від індивідуальних поглядів і намагаюся подивитися на колективну точку зору. Мені здається, що є певна робота, яку може зробити інституція. Може, запитаємо політика серед нас? Так, Кіру, прошу. Так, дійсно, щоб ми всі могли говорити одне з одним, я зараз теж перейду на англійську мову. Та, мені здається, що я погоджуся з попередніми спікерами, також, власне, і всі зміни до клімату і, власне, адаптація до клімату зміни, навіть віра в ці зміни потребує часу. І тут, мені здається, технологія може дати нам передбачення, що станеться, якщо ми не змінимо нашу поведінку. І мені здається, що це основна роль технології в зупинці зміни клімату. Сказати, що так, люди, ми вже пройшли цю червону лінію, там, де ми вже мали б лише тільки подумати про зміну клімату і для того, щоб змінювати наші шаблони споживання. Другий момент, з чим я теж погоджуюся, це те, що виборчі цикли, вони справді доволі короткі, в порівнянні з змінами, які є, і довготривалими стратегіями, які ми маємо застосувати. Тож, усі зелені ініціативи, вони зазвичай не настільки популярні, особливо для країн, які насправді потребують цих зелених ініціатив, особливо для країн, які мають швидко розвиватися, які зараз уже не бачать свого розвитку в зелених технологіях, які бачать насправді свою далі розвиток в устворенні нових виробничих ліній та й по всьому. Тож, яким чином технологія може нам допомогти в цьому? З чим може допомогти зараз? Перше, з чим може допомогти, це, звичайно, трансформувати усі виробничі лінії, всі виробничі цикли, перебудувати їх на більш екологічне виробництво. По-друге, в'єднуючи всіх людей через культури, створювати нові шаблони культурної взаємодії, змінюючи усю загальну ідею про те, як ми маємо жити, як ми маємо створювати усталені способи проживання для всіх людей в цьому світі. І тут, коли ми всі будемо взаємопов'язані, ми бачимо, що наші культурні тренди, вони можуть зростати швидше. І третій момент, це краще і більш передбачувані моменти не того, що ми маємо змінити, а тих кліматичних змін, які будуть відбуватися на окремих моментах нашої діяльності. Наприклад, передбачення ураганів, це те, що ми зараз бачили, що зараз відбувається у Штатах, передбачення зміни погоди, які зараз відбуваються безпосередньо в різних частинах світу, коли люди могли би це побачити і могли би справді повірити те, що ці зміни вони не уникні. Олексію, ваша компанія дуже залучена до цього, тому що дійсно в вас є така місія і Блаблакар вже має цю місію від самого початку свого створення, коли він був заснований у Франції. Власне, чому зміна все одно така повільна, як на вашу точку зору? Чому так багато часу це потребує? Чому так багато людей з нас досі сьогодні приїхали сюди на авто самі, для того, щоб доїхати до Юнітсіті? І зараз у нас, тепер бачите, заповнена вся парковка. Чому так відбувається? Хороший питання. І тут більшість спікерів вже, мені кажуть, дуже класно на нього відповіли. І я згоден з тим, що люди самі по собі довгально інертні і дуже складно зміняти привички повідчення людей. Привички повідчення. І, мені кажуть, технології, які, в частності, дарять нам сервіси совместного употребління, карпулінг, це дуже часто про раціональне использовання. Але просто раціональними аргументами дуже складно добиваться, дуже часто достучаться до больших мас населения, тому що вони, ці аргументи не дарять, не триггерять дуже сильні емоції. В частності, привички можна легко менять такими гормонами, там, условно, як допамин или адреналин, под действием вот таких вот стрессових, либо дуже позитивних провокаторів. І сьогодні, поки ми все ще в фазі, не критичної, наверное, для большинства, в восприятий большинства людей екологічній катастрофи, люди все ще воспринимають це не через емоції, вони все ще воспринимають це через раціональні аргументи, які дуже складно можна превратити в привичку, поменять своє поведення, просто потому, що там немає ще страха, там ще немає допамина, який би стимулировав не постоянно пользоваться, наприклад, тим же баблокаром, тому що там є соціальний ефект, але там немає такого выброса допамина, як при комп'ютерной игре, наприклад. І тому я думаю, що рано чи поздно, коли люди сегодня, більшість людей вже в очі починають наблюдають катастрофи з екранів своїх телевизорів, як горять леса, як радикально менюється клімат, і це вже тригерить страх. І це буде огромним, як по мене, як мені кажеться, двигателем аддобшена таких сервісів і таких зелених технологій, тому що появляється адреналін, появляється страх. І, к сожалению, але люди пока що, так устроені, що без таких сильних триггерів дуже складно меняти привички. У мене є питання до вас, насправді, зараз до нашої аудиторії. Якщо, наприклад, як я генеральний директор сіу у Юніціті, якщо я вирішу закрити всі парковки в Юніціті, сказати, ну, у вас є машина погану, вам треба, ви не зможете зайти в Юніціті. Чи як ви думаєте, чи це буде хороше рішення, чи погане рішення? Я маю закрити паркінг? Бачите, ніхто не хоче закрити паркінг. Всі хочуть приїздити в Юніціті на власній машині. Тож, люди, це дуже добре. Мені подобається все, що ви говорите, але це не працює. Бачите, води не змінюються. Ми не змінюємося. Я теж хочу приїжджати на своїй машині. Кріса, що робити? Як ми можемо оце змінити? Як можемо звідти себе? Ви знаєте, це момент, коли має якраз війти інновації. Тому що, дійсно, реальність така, що якщо ви створюєте певні рішення, які дешевші і легші, ніж сучасна існуюча альтернатива, і якщо вони хороші для довкодовищного середовища, хороші для екології, це дуже добре плецює. Подивіться на вартість сонячних технологій. Десять років тому єдиний спосіб дозволити собі сонячні технології, якщо ви дуже багаті і ви хотіли виглядати крутішим, або якщо у вас були надзвичайні субсидії від уряду. Але зараз вартість сонячних панелей зараз знизилася дуже сильно через інновації, через те, що зараз уже це економічно вигідно, зараз уже дешевше використовувати сонячну енергетику, ніж використовувати всі інші альтернативи. Один із інших спікерів говорили про це, що дійсно вартість сонячної енергетики скоро буде близька до нуля. Це дуже важливо. І ключове питання для інновації, що ми можемо нарешті дійти до тих моментів, коли ми можемо використовувати додаткові переваги для зміни економіки, щоб ці зміни працювали разом з тима змінами, які нам потрібні, щоб зберегти клімат країни, нашої планети. Я хочу додати два моменти. Мені дуже сподобався той коментар, що навіть для будь-якої раціональної зміни потрібна ще й емоційна складова. Тобто про що сказав Олексій. І мені здається, що тут є один момент, ми завжди думаємо, щось як належне. Наприклад, чистити зуби щоранку. Ми навіть забуваємо про те, що зубна паста виходила на ринок протягом ста років, і це не працювало через те, що вона не була смачна. Вона була класна для ваших зубів і для здоров'я, але вона не була смачна. А потім в якийсь момент, в тридцятих роках, якийсь геній сказав, що вона має смакувати як м'ята, щоб у вас було таке відчуття, відчуття, що у вас є чистота. Власне, насправді, чистота зубів забезпечується вашою содою, насправді, але ви відчуваєте відчуття чистоти через запах м'яти. Я теж дуже активно відслідковував мобільну революцію, яка відбувалася 10 років тому, почалася, і вона не сталася до моменту появи дійсно Апла, що мобільні додатки стали великими. Я думаю, що, можливо, багато людей пам'ятають, наскільки було зробити, налаштувати додаток на Нокі, це було майже неможливо. Потім з'являється Апл і робить це в один клік. І тепер уже всіх є додатки, є додаток для всього. Це дуже сильно змінило все. Тож я хочу наголосити на цих двох моментах, якщо б, яка будь-яка зміна, економічна, раціональна, якщо ви зробите її найпростіше, просто простіше, щоб вона була просто за одним кліком, за одним кліком кнопки. І, власне, ви маєте зробити її емоційною. Якщо цього не буде, зміна не відбуватиметься. Гаразд, тобто нам потрібні емоції, емоційна складова. Гаразд, але 10 років тому я не знав, що мені треба буде 5-6 годин, треба буде проводити на айфоні щодня, на фейсбуці, перебуваючи, дивлячись YouTube, а тепер я це роблю. Це не допомагає, нічого не робиться для зміни клімату. Власне, те, що ви зараз говорите, це те, що ми зараз робимо, що робить Facebook для того, щоб захопити мою увагу. Можливо, не Facebook і світу мали б працювати над зміною клімату і мають використовувати ті самі техніки, що використовує Facebook, чи уряд має використовувати. Іля і Кіра, тому що дійсно, мені дуже подобається ця ідея, що, власне, як виглядає цифрова трансформація України, це чудовий, насправді, бізнес-кейс і, власне, всі ці ідеї. Але, Іля, спочатку, так, я хочу наголосити, що, знаєте, ми зараз не говоримо, власне, що правильно чи ні. Ми знаємо, що зміни так відбуваються. Ви, правда, ви відбачаєте 6 годин зі своїм телефоном. Це добре чи погано, але ця зміна вже відбулася. Кіро? Я думаю, що ми будемо більше про це говорити протягом дня, я думаю, що будемо говорити це далі, але давайте припустимо, що уряд сконцентрований на загальному блазі. Це ж робота уряду, ні? Так, ну, так, я просто хочу сказати, давайте зробимо це до припущення, що так і є. Якщо так, то використання технології, використання соцмереж, використання всього, що є зараз в нашій можливості для того, щоб далі скеровувати громадську думку до вирішення певних проблем, це насправді спосіб певним чином підсолодити ту пігулку, яка прийде з законодавством, що буде, наприклад, вищі податки на певні різновиди, певні різновиди моментів. І те, що говориться про, якесь, пам'ятаєте, те, що ви говорили навіть теж про виготовлення білків з комах і так далі, тож, насправді, уряд бере, насправді, довготермінові плани і використовуючи свою владу для впливу на громадську думку, для того, щоби згенерувати певні переваги для якихось окремих моментів. Девіду, ви працювали в успішній маркетинговій роботі, але працювали політичними кампаніями, тож, я думаю, що ви розумієте обидва світи дуже добре. Що ви думаєте про це все? Що ми можемо зробити, щоби люди змінилися? Є така приказка в Вашингтоні, яким чином відбуваються зміни, як відбуваються зміни. І відповідь така, що через одні похорони, одні похорони за раз. Це дуже цинічне, це дуже цинічний вислів, тому що зазвичай це використовується, коли помирають судді виховного суду, через те, що насправді вони вибираються пожиттєвою, тому лише нового суддю можна обрати, тільки коли помер попередній. Але якщо ви подумаєте про це, я працював над комунікацією змін протягом всього свого життя, і ви знаєте, мені здається, що зміни це дуже складно на індивідуальному рівні, на рівні організаційному також. Я не впевнений, що я можу змінитися. Але, в що я вірю, так це зміна поколінь. Покоління змінюються, і вони беруть великі стрибки до цих змін, і ми бачили це протягом історії для кожного наступного покоління. Коли я зараз дивлюся на молодь, я вражений. Я вражений талантами, амбіціями, їхньою енергією. Я бачу два основні інтереси і жінок, і чоловіків. Крипто, і технології, і клімат. І мені здається, що ми не помічаємо, що це два боки дзеркала одного, одної речі. Вони насправді відходять від попередніх систем. Це моменти децентралізації інфраструктури по-новому. Тож, на горизонті 2030 року я дуже оптимістична, але те, що я нірвую, про що, як ми будемо виживати, як ми будемо процвітати в цих незвичайних моментах. Тому що вони так само голосуються, молоді. Вони теж купують те, що їм потрібно. Олексію, чи хочете щось додати ще? Я хотів би ще додати такий аргумент, що я сторонник, і є така теорія розвития і чоловішества, і корпорції, як спиральна динамика, вона говорить про те, що поки не закрити базові потребності у чоловіка, йому дуже складно фокусуватись і думати про якісь більш абстрактних, мене прикладних вещах, які, можливо, да, дійсно, будуть имати благоприятне влияние на окружаючу середу, на соціум, але коли обсяство закрило базові потребности, коли немає проблеми з доступом к їде, немає проблеми з доступом к безпецісті, немає проблеми з доступом к теплу, коли у чоловіка появляється можливість виделити ментальний ресурс на те, щоб думати о більш глобальних проблемах, о більш абстрактних, можливо, для родового чоловіка проблемах, тому дуже важливо, якщо ми хочемо дійсно внедрять зелені технології, внедрять нове поведення в обществу, дуже важливо, щоб базові потребности були закриті, без цього дуже складно. І, конечно же, здесь, безусловно, правительство є одним із головних контрибюторів в цьому в цьому делі. І, безусловно, мені кажуть, в частності, наприклад, в Україні, не хватає какой-то прям госпропаганди, зеленох технологій, наприклад, технологій, які будуть мати довгосрочне позитивне влияні. Этого нет по ряду політических, бізнесових причин, і, може быть, просто еще не успели сформировать таку ідеологію даже внутри правительств. Ну, мое мнение Окей. Гаразд. А давайте перейдемося на якусь іншу тему, на дещо іншу тему і поговоримо про пандемію. Гаразд, ну, не, можливо, про пандемію. Давайте подивимося, що вона змінила для нас в тому, як ми працюємо. Раптово багато з нас відкрили, що ми можемо працювати з дому, що це не обов'язково завжди хороша річ, нам не обов'язково це завжди подобается, но для кого-то это очень добра вещь. И мы для себя виявили, что есть классная технология, которая называется Zoom, которая помогает нам працювать. И есть что-то, что называется сейчас в том моем Визууме, что тоже очень интересный феномен. Как вы вважаете, как вы вважаете, что мы это дизнали, что мы научились в бежах этой пандемии, что есть ищущий способ співпрацювать, творить, сделать бизнес. И эти способи могут означать, что, возможно, мы можем працювать иначе, працювать в отдалину, працювать из дома. Как вы вважаете, что этот тренд остается с нами, или он поможет нам працювать лучше дальше? Кто хочет начать это вопрос? Кира, прошу, а потом Девят. Мне кажется, что есть три аспекти, что до этого, и мне бы хотелось бы поговорить о каждом из них. Первая вещь, когда мы смотрим, какие основные три прорывные технологии, какие есть три основные сферы инвестиций для 2021 года в Google, в основном, первый активный постковидный это были инвестиции в цифровую освоту, в онлайн-освоту, это будут цифровые рабочие места, покращенные зумы, так би мовити, чтобы люди боролися своей темой от зума. И третье, это будут уже доступные доставки. Люди по всему святу, особенно в Штатах, они хотят, чтобы вся их взаимодействие с товарами, которые приезжают до них, была бездотерковая, безконтактная. Что это для нас означает? Что это означает для нас, как для поколения? Это для нас означает, что, фактично, постковидный свят живет за иншими правилами. И мы живем за иншими правилами и на нашем рабочем месте, как страна, и мы живем за иншими правилами, как индивиды. Мы дизнаемося теперь про себя новые, цикавые речи. Тоже, от самого начала, даже когда я работала в бизнесе, который, на самом деле, керував компанию, я была очень великим оппонентом отдаленої работы. Мне кажется, что если вы построите компанию, спираючися на хорошей культуре, корпоративной культуре, спильных уявлений, то очень сложно это сделать, когда люди работают дома, отдалено, особенно если они делали это постоянно. Тоже, я очень активно выступала против отдаленої работы в любых ее проявах. Но, я поддерживаю эту идею сейчас? На меня сейчас это влияет? Нет. Сейчас сейчас нет. Потому что в какой-то момент нужно было просто быть готовой для того, чтобы перебудиться на такой способ работы. И теперь я уверена, что я была не права через то, что я не была готова подготовить компанию и структуру компании до этой великой изменения. Я могу сказать, что я была права. Через то, что виявилося, что отдалена работа впливает на компанию, на культуру компании, на то, как люди доедуются до компании. Воно впливает на створение новых идей, на все эти вещи, которые сказал Андрей Длигач, как мы можем рости дальше, как мы можем процветать, как мы можем досягать великого прогресса. Это все снижается через то, что люди не коммуникают в этот материальный осяжный способ, когда все близки в очах, когда все идеи створятся, когда все появляются маленькие разговоры за кавой, когда люди думают о том, чтобы создать свой стартап. Это то, что сейчас от нас пошло. И я, на самом деле, переконана, что ни виртуальная конференция сможет это повернуть. Тоже, теперь мы надеемся на то, что технологии створят для нас такие способи, чтобы мы могли вернуться до того, чтобы создать все разом, но в безопасности. И третий момент. Что сделала ковидная трансформация для Украины. Я абсолютно переконана, что это действительно был такой удар, такой пинок, который нам был необходим, как стране, для того, чтобы продолжать в цифровом прогрессии. И я не говорю лише про уряд, и не говорю лише про цифровую трансформацию, которая сейчас в Украине. Я говорю про много разных компаний, которые ствердовали мне, и влазники, которые мне сказали, что они не будут переходить на онлайн-послуги, они не будут оцифровывать, что они не готовы до этого. У них не было выбора. И теперь мы это сделали. Мы сделали этот стрибок только через то, что мы были неизвестны. И это изменилось. Новый свят, на который COVID-19 очень хорошо для Украины. Вернушись к теме Девида. Сколько похоронных нам нужно пережить для этой изменения. Девида. Не надо это буквально буквально в этом вислове идет еще и ситуацию. Она изображает историю как очень жестокий процесс бороться между разными мотивами и разными тваринами в джунглях. Пандемия и наслідки. Перш за все в том и от зума. У меня есть аудеододаток «Anyone» и мы сделали нещодавнее дослежение аудео против відео. В том и от зума они справжні. Перш за все наш мозг они всегда считают двовимярные изображения как тривимярные малюки. Это сильно втомлюет мозг. Мы так сделали. Мы всегда смотрим на себя. Уявите что у вас есть дзеркало перед собой. Когда вы говорите с людьми, вы видите себя в дзеркале. Это не идеальная ситуация. Я очень сильный поддерживающий аудео. Мне кажется, что это хороший способ для того, чтобы выстроить связки. Но что до пандемии. Я поддерживаю эту точку зору, что это сильно сильно посилило наши системы и строительства. Мы фактически уже начали на 7-8 лет вперед через пандемию. Но мы для себя понимали, что есть другие системы и индустрии, которые тоже надо переосмислить. Охранение здоровья. Перш за все. Я не думаю, что это сильно что-то изменило, но это сильно пришедшило развитие. как Кира, вы тоже верите в это. Кира верит, что это был большой поштов для Украины, чтобы рухаться дальше. Но вы верите, что это был на самом деле большой поштов и для всего света. Вперед, так? Это было доброе в плане перепрокачивания перед тем, что занедбанных сфер. Мне кажется, что это была очень плохая штука для взаимин между людьми. Я думаю, что это сделало нас меньше толерантными и мне кажется, что плохая штука в пандемию подводит все, что вы верите. Потому что независимо от того, что вы думаете, если вы считаете, что нам будут сильные институции, для того, чтобы выживать. Что ж, пандемия это довела. Если вы считаете, что нам нужны закритые кордоны, то и пандемия это довела. Тоже, на самом деле, все наши упоряджения были подтверждены. То есть, что мы занадто сильно пребывали под этим пливом. Криса, что вы думаете про это? Вы знаете, если вы думаете про певные мотивации до изменения, особенно в технологии и в бизнесе, то, мне кажется, что изменения происходят, когда происходят суви. Есть очень много разных суви, которые происходят. Есть экономические суви, технологические суви, социальные суви, социальные суви. Есть также принятие с боку споживателей. Я очень много говорю про это. Есть хорошая компания, которая создала прекрасную идею в 90-х, которая называлась «WebVan». «WebVan» позволила вам заказать продукты онлайн, которые доставлялись до вашего дома. Вы знаете, они начали в борьбу миллиардов долларов и закрылись. Почему? Потому что споживатели не были готовы до этого суви. Поэтому есть разные изменения, которые показывают технологические и бизнесные возможности. если вы меня 15 лет тому запитали, что миллионы людей по всему святу были бы готовы запросить своих незнакомцев до себя домой, я бы сказала, что вы что-то сбоживали, но и «РМНБ» сейчас существует. Есть много разных изменений. Если подумать про пандемию, что пандемия на самом деле уже причинила такие великые землетрусовые изменения в одночасье. Великая изменения в охране здоровья. Вы знаете, я не могу уже идти в великое скупчение людей, я захворю. Если я пойду в офисе, то я могу захворить. Это очень сильно так же причинило деякие экономические изменения. Через то, что ранее роздребная торговля, которая была спрямована на то, чтобы люди приходили в магазин, больше не существует как так. Это очень изменилось психологию людей и бачение людей. Я думаю, что есть много моментов, которые остаются с нами постоянно. Люди говорят, что мы хотим вернуться назад до нормального. Я подписываюсь над тем, что сейчас уже появилась нормальная нормальность. Я думаю, что одна новая нормальность – это гибридная система работы. В офисе работа отдалена. Потому что, з одного боку, Zoom на самом деле прекрасный. Он врятовал мою компанию от закрытия. Но, однако, зум жахливый для того, чтобы вибудовывать значимые особистые взаимыни. Значимые особистые взаимыни происходят и вибудовывают на особистых встречах. На особистых встречах, знаете, как бывает интуитивно, как вы говорили, двое люди пішли по-тикаву, начали что-то говорить, что-то цикавое, что-то цикавое стало. Виртуальные технологии не позволяют подобное абсолютно обычное общение. Они не творят таких ситуаций, когда можно просто поговорить с незнайомцем. Тоже, насправді, я думаю, что пройдет еще десь рок-5 до моменту, пока мы насправді зрозумеваем наслідки всех этих разных изменений, которые происходили. И, я думаю, повернувшись до этой идеи отдаленої работы, мне кажется, что это открыло разного типу возможностей для людей жить и працювать в разных местах. Я тоже цифровый кочевник, что насправді было непомислимом буквально еще 5 лет назад. Но я насправді наслоджуюся фактом, что это возможно сейчас. Мне нравится мать такое физическое общение с людьми физическое. Я уверена, что это позволяет нам вибудовывать новые взаимные. Я думаю, что компаниям нужно найти баланс между этой внучкистю, отдаленою работой, но одновременно мать возможности значимые взаимные между людьми и взаимодействие между людьми. Илья? Я хотел бы сфокусироваться на двоих других менее обговоренных аспектах пандемии. Мне кажется, что это стало стресс-тестом в некоторых важных сфер и сфер деятельности. Это юридическая законодательная рамка, потому что мне кажется, что это было очень важным тестом для урядов. Они мали реагировать очень быстро. И мне кажется, что проблема была в том, что они не смогли реагировать на необходимое законодательство. Например, когда у нас есть этот виклик, когда зум был нелегальный через то, что он использовал для того, чтобы учить детей, а передача видео дитей – это момент, который регулируется законом. Тоже, были большие дебаты про то, чей зум насправді является легальным, потому что есть несколько винятковых випадков, когда вы можете обмеживать базовую свободу, свободу переселивания, свободу доступа на освоту. Мне кажется, что если бы это было, мы бы втратили десятки лет. Это юридическая, законная или незаконная платформа. то, что мы сможем очень быстро решить такие вопросы. И еще другой момент, это финансовая система. Через то, что действительно сейчас выдаётся, что и в Европейском Союзе, и в США они начали финансировать пандемию, только друкующие деньги. Очень легко было для Европы закрыть бизнес на риф, потому что вы меньше захворите. Но у нас есть, конечно, субсидированные бизнесы, но большая проблема, которая сейчас развивается, это то, что вы решили простым способом, мы даем субсидии, мы будем давать финансовые вливания, мы будем делать через государственный податок. и так далее. Новые поколения політики будут решать эти проблемы дальше. И если мы действительно посмотрим на это, то экономическая цена пандемии на самом деле довольно большая. Я не знаю, если можно было бы решить эту проблему иначе. Я просто хочу сказать, что юридичный, законодавчий, финансовый, как уряды с этим работали, и как гражданин, у меня есть двоякие ощущения. Я надеюсь, что, возможно, в следующем несколько лет кто-то, возможно, сделает лучше решение, как это все исправить, потому что мне кажется, что какие-то аспекты не были сделаны так хорошо, как они могли бы сделать. Олексей? Действительно, уже сложно что-то добавить, потому что все сказанное я с ним полностью соглашаюсь. Действительно, произошла благодаря пандемии, простимулированной пандемии, такая цифровизация просто колоссального объема сервисов, экономики. И это, безусловно, то, что я бы отнес к позитивным моментам этой пандемии. И, на самом деле, многие компании, при этом, многие бизнесы стяготели к тому, чтобы постепенно адаптироваться к удаленной работе. И пандемия радикально ускорила процесс этой адаптации. И многие компании обнаружили, что, в частности, наши, что если правильно подойти, продуманно подойти к этим новым процессам удаленной работы, удаленному взаимодействию сотрудников, то можно не потерять эффективности и даже добавить дополнительных value людям, в частности, сотрудники больше времени уделяют семье. И это позитивные моменты. Конечно же, также очень справедливо, что без физического контакта постоянные зумы, Google Meet это утомительно и не всегда действительно это максимально эффективно. Поэтому я согласен с тем фактом, что полная цифровизация всех бизнес-процессов, если мы говорим про корпоративное управление, она вряд ли сейчас возможна, технологии еще не позволяют нам ощутить тот уровень присутствия и тот уровень обмена энергиями, которые формируются, когда мы видим друг друга вживую. Но это вопрос с одной стороны времени, потому что я верю, что лет через, наверное, может быть не через пять, но через десять технологии позволят нам ощущать вот эти вот энергии присутствия, даже будучи на расстоянии. И сегодня пандемия уже простимулировала, да, этот удаленный формат и я думаю, что вот таким, как мне кажется, адекватным ответом сейчас формирование некой такой гибридной модели, когда большинство или, не знаю, половина всех процессов, половина всего рабочего времени происходит на удаленном формате и при этом есть регулярные какие-то оффлайн коммуникации, оффлайн встречи, которые позволяют все-таки формировать вот эту вот культуру обмен ценностями и не растерять какие-то очень важные такие нематериальные вещи. Поэтому как и не знаю, в любом процессе, есть плюсы и минусы, безусловно, был нанесен колоссальный ущерб экономикам, но при этом взросли целые пласты новых экономик, новых сервисов, новых процессов цифровизации. Поэтому да, я считаю, что огромное количество плюсов и минусов. Вы знаете, еще, про что мы часто говорим и про что мы думаем, когда мы строим и институт, что нам надо продолжать строить строительные и офисы, и так далее. и мы всегда всегда институт, что Особисто, и если смотреться более глобально, особенно, если вы еще доверяете технологиям, например, если вы доверяете соцмережам, и если мы им доверяем, и дальше на глобальном, если уряд должен регулировать медиа и соцмережи? Деведа, якое чудовое вопрос! Мои данные, мои индивидуальные данные, они ничего не варяты. Вы знаете, это просто, власне, лишь агрегированные данные имеют значение. Тоже, насправді, это что, что мне помогает, а идея помогает мне добре спать вночі, что, власне, никто за мною не следует, никто не хочет саме моих данных. Но мы все должны понимать, каким чином работает InfoTek, каким чином это все работает для того, чтобы понимать наши поведения, наши точки зрения, как это может быть привязано до выборов, до того, как продавать нам певные вещи. Как я уже сказала, вы знаете, я буду технологии сейчас на ранней стадии, и мы очень думаем много про данные. У нас была, насправді, команда из 12 этиков штучного интеллекта, которые делают этичную карту для нас. И мы ставим все надважные, надважные вопросы, которые могут перед нами пострелиться в наступные 5 лет нашего существования. И я не скажу это сейчас, чтобы похвастаться, насколько мы крутые и классные. Я уверена, что это становится новой нормой питания этичного использования информации, потому что мы бачим наслідки того, что мы не ставим эти вопросы на начатку. Вы можете... Вони могут прорваться. Вы бачите, что будет великий разрыв для технологий. И это, насправді, может быть выигрышная ситуация через то, что загальна вартость потом будет позитивна. Когда идется о властность данных, то нет, мы не должны доверять никому, кто имеет большую количество владельцев. Но мы должны также быть очень интересными в новых моделях властности данных, которые сейчас становятся возможными за помощью новых технологий, за помощью новых ценностей, которые широкие среди основников. Кіро. Знаете, нещодавно я дивилася дослідження про те, каким чином різні покоління довіряють технологиям, основным соцмережам загалом. И это досліджение ствердивало, что люди молодчих 25 лет, у них не имеют никаких проблем с тем, чтобы делиться всей информацией про себя. Они не бачат жодної загрози в каких-то соцмедийных корпорациях, что уряды или корпорации будут что-то с ним делать плохое. Они переконаны, что это та цена, которую мы платим за близкость один за одним. Они говорят, что так, хорошо, я даю доступ до всей информации, которая должна быть доступна, я ничего не боюсь. Я переконана, что это действительно такие цикли. В моменте, когда люди очень закрыты, очень переживают, что могут сделать, разные технологии с их жизнью. И в этой хвиле, когда люди очень открыты, и ждут на наступный цикл загроз. Звичайно, мають бути певные регуляции. Звичайно, мы маем говорить тут по-кейсово, потому что, когда мы говорим уряд проти технологий, когда мы подобируем эту дуальность, то мы маем, насправді, запитать себя, про который уряд идет. Китайский уряд, уряд штатов, уряд Украины, какой уряд. И в Украине тут у нас другая проблема. Мы сейчас у войны с Россией, которая использует все соцмережки и использует всю информацию, которая доступна, для того, чтобы использовать всю свою силу, всю свою владу против нас, для того, чтобы промывать людям миски и делать все, что необходимо, для того, чтобы отримать поддержку своей позиции. Тоже, с такой точки зрения, мы маем делать сложные решения про то, как мы маем дойти для того, чтобы защитить людей, защитить страну, которые международные с нашими соцмережами тут и там. Мы знаем, что эта разговора происходит по всякчас, но каким чином, какие кроки мы маем сделать, какие кроки мы можем сделать сейчас, чтобы все были согласны с этими позициями, чтобы все погодились, чтобы все понимали, что это сложный крок, который мы маем сейчас чинить, для того, чтобы защитить социальные блага. Криса? Вы знаете, это питание, питание доверия, это очень интересное питание, и я погоджусь с теми, которые сделали попередними, что действенное поколение, они не имеют проблем с тем, что они мают поделиться значительно в количестве данных. Но мне интересно, что они, на самом деле, понимают риски того, что вся их идентичность в легком доступе. Но, вы знаете, это инше питание, это инше обговорение. И, где у меня есть певная недоверия, потому что я не доверяю каким-то великим корпорациям, я не уверена, что они правильно справляются с тем, чтобы защищать данные, которые я им доверил. Подивиться на киберзлочин, на киберзлочин, на киберзлочин, на киберзлочин, на киберзлочин, подивиться, на скільки їх багато. Я переконана, що це буде подальше проблеми, подальше питання, важливе для наступних пяти роков. Я думаю, що нам требует насправді більше подбати про питание кибербезпеки, подумайтеся на те, які будуть штрафи, яка буде вартість, який буде далі збиток для людей, які не змогли адекватно захистити вашу інформацію, але також, які будуть наслідки для людей, які порушують приватність і порушують приватність людських даних і вчиняють киберзлочини. Тож, ви розумієте, приватний захист даних – це дуже важливе, так, але є значно ширші системні питання, які тут теж мають залучатися, наприклад, ризик для критично важливої інфраструктури. В лікарні з Штатів в якийсь момент під час пандемії в них повністю були заблоковані комп'ютери через кібератаку. Тож, мені здається, що це питання довіри дуже важливе і мені здається, що це велике питання для технологій та уряду. В якийсь момент вони мають об'єднатися разом для того, щоб протистояти цьому. У мене є ще одне питання – чи ми можемо довіряти кому-небудь зі своїми даніми чи корпораціям, чи уряду? Чи ми можемо довіряти комусь? В загальному сенсі – ні, ми не можемо довіряти нікому. Але це питання – це один із тих моментів, який мені насправді подобається. Це дуже сильно робить провадження складним, але в нових регуляціях Європейського Союзу ви принаймні залучаєте людей до того, щоб вони подумали про те, що я хочу, як я хочу, щоб використовувалися мої дані. Ви знаєте, мій хороший друг, футурист, він багато працює за віртуальною реальностю, доповненою реальністю, Емі Пек, і я вважаю, що це все призведе до того, що всі наші дані будуть безпечні, будуть зберігатися через блокчейн-технології, і ми будемо монетизувати заставити ціну на свої дані. Якщо ви хочете мої демографічні дані, гаразд, ви можете отримати мої демографічні дані, але ви можете мені заплатити мені насправді за це. Мені здається, що є дуже багато змін і парадигм, яка буде відбуватися на протягом насобіх 25 років. Олексію? Я вважаю, що, ну, оті розділяю міння, що, дійсно, молодого покоління, яке відпочиняє дані, ми делимося з корпорами исключительно як, ну, просто як ніяка цена за удобство, за те сервіси, які максимально персоналізовані, які дають огромное велью, і без такого дата-шарінга це було б просто банально невозможно иметь тот уровень персонификації сервісів, який ми зараз маємо. Тому, безусловно, це то, що просто об'язано происходить в рамках того технологічного прогреса, який ми маємо зараз, і тех запросів к цьому прогресу, який ми маємо зараз. При цьому, безусловно, нам не избежать каких-то edge-кейсів, пограничних кейсів, коли тоталітарні государства можуть і точно будуть використовувати це в целях для определенного давлення на електорат, який, можливо, не полностью підтримує, не согласен. І я, честно говоря, не знаю, у мене нет ответа на этот вопрос, як избежати этих кейсів, але при этом, опять же, повторюсь, шерінг даты – це необхідиме условие для того, щоб технологічний прогрес развивался і становився більше персоналізованным. тому я считаю, що глобальний тренд на самом деле йдет в ту сторону, хоч сейчас це може звучить пугающе, і многие не будуть розділяти таку точку зрення, але мені кажуть, що мир становиться максимально прозрачним, да, ми ще не здеся, але через 10-20-30 лет у нас просто не буде такого понимання, як я забочуся за своїх персональних данних, тому що мені нечого буде скрывати, все знают обо всім і обо всіх, і банально просто відпаде, це моє мнення, якась потребності, якась переживання за те, що мої данні можуть бути кемто як-то інтерпретувані. Безусловно, ще раз, буде багато пограничних кейсів, які будуть провоцірувати багато дискусій, скандалів і вопросів, правильно ли все це, але глобальний тренд, мені кажуть, йдет до того, що мир становиться тотально прозрачним. Окей. Гаразд, гаразд. Останній момент і у вас дуже-дуже мало часу на відповідь. Ви оптиміст чи песиміст щодо майбутнього? Кіро, я оптимістка, я оптимістка, я переконана, що є дуже багато цікавих моментів, які на нас чекають в майбутньому, навіть попри всі виклики, які насправді з усіма цими поштовхами, викликами, які перетворюються далі на переваги. Я думаю, що нам треба просто дивитися на них відкритим, з відкритими очима. Кріса? Я оптимістичний дивлячись на це, тому що, власне, причина з того, що по всьому світу, ви і в Україні, і зараз навколо, є дуже багато неймовірно розумних, креативних, інноваційних, творчих людей. І якщо ми зможемо знайти спосіб, щоби колективно і індивідуально зібрати якомога більше людей і залучити їх у процес інновацій, залучити їх у процес у створення нових технологій, нових підходів, нових способів роботи, у нас є достатня кількість розумової думки для того, щоб все змінити. Нам треба просто організувати людей для того, щоб вони створили необхідні додатки та технології. Девідон, коли я розбудовую команди, я завжди беру збалансовано оптимістів і пасимістів за столом, тому насправді я завжди поважаю пасимістів і їхній дочку зору, тому що вони спалюють з навгаду більше енергії і вуглеводнів, ніж ми. Тож я хочу, власне, знайти капелюха перед пасимістами, тому що я на оптимістичному боці. Це дуже добре. Олексійов. Тотальний оптиміст. Я наблюдаю, як технології міняють наш мір як мені кажуться к лучшому. люди получають доступ к благам, які для них були раніше недоступні і просто даже було складно представити. Це качається мене, моїх близьких, моїх друзей. Це повсюду. І що важливо для мене, моє некоє кредо – це пістоянне розвиття. І технології можуть мені в цьому розвитію постійно ускоряться. Вони дарять мені доступ до інформації. Вони дарять мені доступ к... Вони зближають мене з миром. Вони зближають мене з дуже цікавими людьми. І це прекрасно. Панове, це все з нашого боку. Я думаю, що ми запам'ятаємо, що на дуже раннього, холодного суботнього ранку ми завершили на дуже хорошій ноті. Правда? Ми досі віримо, що технології вятують світ. Дуже дякуємо вам. Дуже дякуємо. Дякуємо. Дякуємо.